Я понял, что здесь надо отпустить себя просто и драйвать нас. Куда там Томутом Ильченко и Владу Яну? Вон, Иван Литвинкович. Что танцевать? А говорили, что Литвинкович не танцует? Танцует! Первым финалистом стоим Евгений Литвинкович! Так, оглядываешься, кажется, блин, так все быстро прилетело, честно говоря. Если честно, с первого эфира кастингов ждал, 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 ждал. Я думал, когда же он же будет? Первый эфир, второй эфир, третий эфир, его все нет. Я уже и пишу, и спрашиваю, когда же будет Евгений Литвинкович? Я совершенно не ожидала, что именно эта песня вызовет такую результат. Женя! 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 Я этого счастья еще не могу охватить руками и поднять. Как настроение? Честно у меня только. Ну что, может, начнем? Мне кажется, что я все тот же. Это жменька из Жодина, который вот поет, 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 поет. А заразь позволит вас поцеловать. В отличие от многих участников, которых я видел за все три сезона, он в этом шоу не выживает, он живет. То, что я сейчас имею, во-вторых, благодаря проекту, я настолько это ценю, что если бы это можно было взять в руку, я бы это куда-то прятал, потому что это очень ценно для меня. Евген Литвинкович В тебе моя печаль, в тебе мой страх И музыка моя в тебе одной, Теперь и разум мой в твоих руках Душа моя измучена тобой, Испытана, утомлена, И знаю ты тот же сон. Душа моя не заперта, Но к сердцу путь перегражден. Слова остались мне, И в шепоте теней Я слушаю во сне Историю о ней. Слова остались мне, Как дверь без ключей, Боже, лишь слова Остались мне. Пустая тишина Во тьме звенит, И мир молчит, Весь мир молчит, Твоя лишь долг вина Тобой забыт, И в раненый Несчастный мир не спит. Слова остались мне, И в шепоте теней Я слушаю во сне Историю о ней. Слова остались мне, Как дверь без ключей, Боже, лишь слова Остались. О, Господь, я о ней Забыть скорей, Чтобы ладо прошло. Слова остались мне, И в шепоте теней Я слушаю во сне Историю о ней. Слова остались мне, Как дверь без ключей, Боже, лишь слова Остались. Слова остались мне, И в шепоте теней Я слушаю во сне Историю о ней. Слова остались мне, Как дверь без ключей, Боже, лишь слова Остались. Опаси мне, Я слушаю во сне Я слушаю во сне Историю о ней В шепоте теней Историю о ней Историю о ней Спасибо большое. Женя, я не знаю, сколько раз я прослухала эту песню в твоем выполнении. Я знаю, что тебе, хотя это секрет, я не хотела этого говорить, но я ждала финала, чтобы еще раз услышать эту песню в твоем выполнении. Спасибо большое. Я помню, еще до твоего выхода на сцену киевского кастинга, что Кондратюк встиг всем прозвучать в ухо, рассказывая про тебя. Все выглядит, когда ты приедешь? И так и дочекался. И не только он. Я особенно очень счастлива, что ты стримал свою обещанку. Без тебя наше шоу очень много потеряло. Спасибо тебе. Спасибо вам большое. Иро, тогда на кастингу в твоих очах брюнили слезы. Ты сказала, что была одной суцельной мурашкой. Как сегодня удалось Жене полоскотать почутки? Я помню, я еще сказала, что я была бы рада работать с Женей, если бы Женя была в моей категории. Вы знаете, я сегодня не буду никого судить, я не буду никого ругать, потому что не за что ругать. Потому что здесь, на этой сцене сегодня выступают только те, кто достоин быть здесь. Только те, кого действительно полюбили зрители. Те, кто проделали огромный путь, провели колоссальную работу над собой, как над человеком, так и над собой, как над профессионалом, над музыкантом. Женя, я сегодня еще не один раз скажу тебе спасибо за то, что ты именно такой. За то, что ты делаешь это именно так. Я желаю тебе большого, длинного, прекрасного и счастливого творческого пути. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо. Серега, ты разом с коллегами аплодировал Женю Стоичу на кастинге. Что скажешь сейчас? Женя, ты замечательно написал, сочинил русский текст к этой песне. Я с удивлением узнал о том, что это ты был. Я аплодирую тебе, как в прошлом автор. Это невероятный талант. То, чем ты обладаешь. Чувствуется, что ты устал, голос уставший такой, но сердце твое, мне кажется, не оскудило на эмоции. Я вижу, что ты так же искренен, как в начале пути. И я аплодирую тебя за это выступление. Спасибо большое. Дякую. Сергею, вы завжди захопливались Женой, как артистом, насамперед. Маю надею, что и сегодня вы имеете на его адресу втешные слова. Прежде всего, добрый вечер, дорогие друзья. И с наступающим Новым годом вас. Да-да, мы в преддверии праздника. Он уже на пороге. И у меня даже Оксаночка, ведь здесь уже есть елочка на пиджаке. Да, я жду праздника. Вона прекрасна. Да, жду ярких песен, праздничных песен. Но артисты у нас пока еще не при празднике. У них пока темницы, какие-то страшные такие истории, разлуки, разводы, расставания. Все очень тяжело. Эту песню Женечка прекрасно спела на кастингах. Действительно, мы ее помним. И я, признаться, ждал, что Женя ее расскажет сегодня по-другому. Может, вложит в нее какой-то другой смысл. Где-то что-то сиронизирует над чем-то. Может быть, над собой. Может быть, над этой девушкой сиронизирует. Ну уж, да, и шут с тобой. А он, нет, он все драматично преподнес. С долей трагизма какого-то, вот как вот он это тогда пел. А мне кажется, при празднике эта вещь должна звучать несколько по-другому. И она позволяет звучать по-другому. Там можно иначе расставить акценты. Женечка, ты повнимательнее посмотри, почитай текст. И выходи еще. Я думаю, что вы речи, но не сми, заспевай и пыль. Что каждую песню можно исполнить по-разному. А Паран импровизирует мне было. И конфетти, где конфетти, черт возьми. Каждую песню действительно можно исполнять по-разному в зависимости от ситуации. А, конечно, преподнес ты песню замечательно, как ты мог, да, драматично, с надрывом, с каким-то. Рассказал историю. Ты великолепный рассказчик. Но рассказывай каждый раз эту историю по-разному. Спасибо. Дякую. Спасибо вам. Игорю, дякую тебе за то, что Женя с нами. Будь ласка, тебе слово. Ну, с правом тем, что Ялинка на ласканье у соседов, это не привид, что все песни спевают хихиха-ха-ха. Тут складные слова. А ты хотел, Игорь, такую же Ялинку себе на пиджак в гримёрке-то, а? Соседов, если ты будешь рассказывать все, что у нас происходит в гримёрке, Серёжа, я с тобой говорить и перестану. А тебе не досталось. Мне не осталось того, что ты до ёлки это. Слава Богу. Женя, слава Богу, ты пришёл. Знаешь, есть такая передача в России? Это про твой приход на Х-фактор. Я считаю, что... До речи, кто не понимал. Женя просто взял дослёвный переклад израильской песни, того, ну, израильтана, який её написал, и заримовал. И поэтому, по сути, Женя є спевавтором, а в моём понимании, взагалі, автором. Потому что без римы, то будь-хто может. Насправді, друге виконання, и снова зал встал. Это означает, что если соседа, что тебе говорит, ты в десятий её будешь спевать, просто будут у всех вставать волосся, дыбки. Классный выступ, хороший начаток. Спасибо, Иван Литвинкович. Спасибо вам всем. Дякую. Шановные глядачи, нехай схвальні відгуки суддивской четвёрки не забывают вас с пантеликом. Не забывайте, на нашем шоу всё вы решите только вы. И если Женя забракнет ваших голосов, про победу он может забыть. Не допустите его. Телефонуйте 0900-102-005. А также вы можете насилать смс-поведомление из цифры 05 на номер 7766. Обидва способи вступлять в дію лишь после того, как мы увидим все девять сегодняшних выступов, и не раньше. Женя, так и знаю, моё сердце належит тебе. Я с нетерпением чекатиму твоих наступных выступов. Побачимось незабаром. А это был Евген Литвинкович. Спасибо большое. Игорь, сегодня в тебе не будет ані хвилини на перепочинок, але такова... Такова... Ані хвилини на перепочинок.